Доброго времени суток, коллеги! Сейчас мы чуть попозже начнем. По поводу примеров сразу могу ответить, Сергей. Примеры так-таковые на данные OPC не нужны, исходя из того, что готовая конфигурация наших модулей уже присутствует внутри OPC-сервера. Поэтому так-таковые примеры не нуждаются. Меня зовут Артем Ручков, я являюсь продакт-менеджером по направлению софт. Вопрос, соответственно, можно будет в общий чат кидать, либо лучше отдельно вопросы, чтобы они не потерялись. Планы работ примерно будут следующими. Я вам сейчас расскажу краткую презентацию по поводу OPC-серверов нашей компании, которые мы поставляем. И после этого отвечу на все ваши вопросы, которые у вас появятся. И после этого будет небольшой интерактив, и я вам покажу основные функции и возможности OPC-сервера на живом примере. Так, тогда давайте, наверное, потихонечку начинать. Начнем с того, что в нашей компании существует несколько OPC-серверов. И вообще, для чего нужен OPC-сервер. Как многие уже знают, OPC-сервер необходим для интеграции любого оборудования, в частности, нашего оборудования, в любые SCADA-системы. 90% данных приборов идут в подключение через OPC-сервер. Есть также возможность работы напрямую со SCADA-системой. Это либо встроенный протокол внутрь SCADA-системы, либо это прошивка того или иного контроллера, к примеру, с определенными возможностями, которые позволяют работать напрямую уже с определенной SCADA-системой. Например, компания InSAD и Master PLC. Вот такой пример. OPC-серверы. У нас три OPC-сервера. У нашей компании, которые мы поставляем. Это сейчас вышел новый OPC-сервер, о котором мы сегодня поговорим. Это OPC-сервер OVEN. Также мы поставляем OPC-сервер LECTUS и OPC-сервер компании InSAD. Для чего был разработан новый OPC-сервер? OPC-сервер был разработан с целью улучшения доступности наших приборов на верхнем уровне. Плюс это идет как замена предыдущим трем OPC-серверам, которые были отдельными тремя продуктами, условно говоря. И в них наблюдалось никаких проблем с большим количеством переменок. И ввиду этих событий мы решили сделать новый OPC-сервер. Данный OPC-сервер сейчас идет полностью готовый продукт на стадии бета-тестирования. Он заменяет у нас эти три продукта, которые были у нас ранее. Соответственно, OPC-сервер обладает основными отличительными возможностями от старых. Это такие, как поддержка всех приборов по двум протоколам, по OVEN и по MacBus R2 и ASCII. Возможность работы SPR, то есть экспорт таблицы переменных из OVEN Logic. Также у него обновился интерфейс, то есть он стал более удобный. И стабильная работа с большим количеством переменных и приборов. Сейчас библиотека, пока продукт находится на стадии бета-тестирования, в нем добавлены основные приборы по двум протоколам. Те приборы, которые имели в составе своего протокола OVEN и MacBus, добавлены в протоколы MacBus. Те приборы, которые имели в составе только OVEN, добавлены по протоколу OVEN. Соответственно, в дальнейшем, в следующем релизе мы добавим все приборы по всем протоколам, которые возможно получить от наших приборов. Далее. Области применения. В данном случае наши офисеры будут специализироваться на локальных применениях, так как отсутствует пока что MacBus TCP. Работа, соответственно, с тремами, с приборами жесткой логики, которые добавлены в готовую библиотеку. Также можно работать с любым MacBus устройством. То есть добавить любое MacBus устройство по 485, добавить теги переменные и уже, соответственно, вести обмен. Далее. Lectus у нас предназначен для локальных и распределенных объектов с поддержкой Modbus TCP, модемного соединения и прочих дополнительных функций, которые позволяют уже обрабатывать данные. Мастер-описи-серверы компании Initiate, который также предназначен как для локальных, так и для распределенных объектов. Также сочетает в себе большой спектр возможностей, таких как работа с Modem, работа Modbus TCP, режим Slay, возможность написать небольшие программки внутри офиси-сервера для обработки данных и так далее. Отличительные особенности вы видите сейчас на своих экранах, соответственно. Более конкретно мы поговорим это уже в ходе применения офиси-сервера. Соответственно, основные отличия сейчас это то, что в нашем офиси-сервере нет Modbus TCP, работа со скриптами отсутствует, чтение, соответственно, архивов из PLK отсутствует, так как офиси был построен на базе DA протокола. И, соответственно, есть отличительные свои отличительные моменты. В дальнейшем, как сейчас будет, соответственно, представляться и условия распространения в обществе офиси-серверов. Наш офиси-сервер является бесплатный, без ограничения на количество времени, на количество переменных, на количество приборов. То есть он сейчас полностью идет как продукт, бесплатный, готовый к применению на неограниченное количество точек и времени. Lektros поставляет пробные версии на 30 дней, далее на 30 минут, и он будет выключаться. После этого вам необходимо приобретать, соответственно, диск, и защита этого программного продукта является программным ключом. С компанией InSAD тоже самая ситуация, бесплатная версия на 32 точки ввода-вывода, далее, если вам необходимо, там есть ограничение по точкам, но это уже, соответственно, платная версия защиты, у них, как правило, идет привязка к ключу, USB-ключу, флешки, что рекомендуем. В случае, если будет привязка к железу, это не очень удобно при восстановлении системы, то есть в целом. В случае нарушения целостности Windows, может слететь данные права на данный офиси-сервер, и это очень проблематично восстанавливать. Есть идеи некоторые по поводу развития нашего офиси-сервера, то есть добавление некоторых функций расширенных, которые, возможно, будут полезны как для вас, так и, соответственно, для клиентов, возможно, или еще для кого-то. Также функции вы видите, примерные функции вы видите на своем экране, это работа с другими протоколами, работа с моделами, то есть радиомодемы и GSM, работа в режиме slave и работа по-моему, 20-ю протокол. Соответственно, это как идея разрабатывается, и мы готовы, в принципе, выслушать ваши, может быть, пожелания, и там, исходя от этого, уже будем работать далее, и посмотрим целесообразность данного действия. Так, по поводу презентации все, задавайте вопросы, я сейчас тогда буду отвечать на вопросы, а далее мы перейдем уже к работе непосредственно к OPC-серверу. Так, Ярослав, OPC-сервер работает без установки NetFramework? Нет, OPC-сервер работает с NetFramework 4,5 и выше, соответственно, без него работать он корректно не будет. Дендри. Что значит большое количество переменных? Корректно это сколько? Наши специалисты тестировали количество переменных до 10 тысяч тегов. Работа была стабильная, соответственно, никаких нарушений работоспособности в OPC не было. Так, сертификаты на ПО для промышленных применений не будут. Дендри, а что вы подразумеваете под сертификатами для промышленного применения? Конкретно какие интересуют? Сергей. Ограниченное количество включаемых приборов, сколько максимально? Ограничений на нашем OPC-сервере нет ни по времени, ни по количеству приборов. Владимир. Почему не работает Strams 3.8? Можете пояснить проблему, суть, в чем наблюдается проблема данная? По времени это все тестирование, я не знаю, сколько конкретно производилось тестирование, в общей сумме все тестирование заняло в районе двух месяцев. Александр Михайлов, по поводу, когда планируется поддержка TCP, вариант для Linux не будет. Смотрите, Александр, по поводу TCP, это будет возможная идея, как отдельной версии OPC-сервера с расширенным функционалом. Соответственно, данная идея сейчас прорабатывается, ориентировочно, и это будет в следующий год. Возможно, ближе к концу следующего года. По поводу Linux, пока, к сожалению, вариантов нет, но этот вопрос тоже будет на проработке. Владимир Буров, можете потом со мной лично связаться, я свои координаты оставлю. Все вопросы ко мне тогда будем, и уже в частном порядке решим. Вот именно вопрос, почему конкретно у вас не работает. Так, у вас еще вопросы остались, или мы можем уже, в принципе, переходить к, соответственно, уже интерактиву, можно сказать, так? Так, хорошо, давайте тогда вопросы записывайте в чате, пишите, я тогда буду отвечать по мере их появления. А пока тогда будем переходить к, соответственно, к новому, ну, к интерактиву. Так, ну, для начала начнем. Ситуация, ну, картина у нас будет следующая. У меня сейчас в доступе находятся по одному порту приборы TRM-210 по протоколу ОВИ и три прибора модуля. MV110-8AS, MV110-2AS и MV110-2A. К 2А подключены перемычки, имитирующие датчики. Так, соответственно, подключены они у меня по другому порту модули. Модули по одному порту подключены, приборы подключены по другому порту. Для начала необходимо проверить правильность установки драйвера, то есть, будь то ли у вас AS4 в преобразовательных интерфейсах, или какие-то сторонние преобразователи, необходимо проверить так, чтобы они установились правильно. И, соответственно, запомнить вам порты. Если в случае возникновения каких-то проблем, вопросительных знаков или восклицательных знаков, здесь появится выдавление, что у вас либо неправильно поставлены драйверы, либо какие-то другие проблемы, в связи с которыми надо будет принимать уже определенные решения. Для начала начнем работу тогда с OPC-сервером. Я очищу, создам новый сервер. Для того, чтобы начинать в общей сумме работы, у нас в левом поле будет отображено все древо проектов, в правом, соответственно, рабочее поле. Добавляем узел. Узел у нас первый будет по Modbus RTU. Соответственно, это у меня COM7. Скорость у меня 115200. Данная четность 100 бит 8n1. Стандартный не изменял. Сейчас добавим из библиотеки наши модули. Соответственно, это модуль 8AS. 2AS. И модуль 2А. Модуль 8AS у меня имеет адрес 1. Соответственно, сетевые параметры мы оставляем те же самые. В данном случае нет определенной надобности их изменять. Это речь идет о тайм-аут. 2AS у меня имеет адрес 16. И адрес 24. Сохраняем. В данном случае у нас наблюдается следующее. В древе мы также видим наши приборы. В узле, и точнее в журнале мы видим обмен данными. Сейчас у меня подключено 3 модуля. Все имеют протокол Modbus, различные только по адресу. В нижнем части поля журнала имеем стандартные посылки Modbus. запросы, ответы, запросы и соответственно на каждой модуле и на каждой параметре. В верхней части видим мы непосредственно сами переменные. По какому узлу, какой модуль, какой ход и какой параметры. В данном случае мне к модуле 8AS и 2AS ничего не подключено. Поэтому он прописывает зашкаленные числа. К модуле 2 у меня сейчас подключены перемычки, датчики. Что сигнализирует вот эти параметры. Измерение сплавочной точки. 31-135, то есть температура на холодном сплаве. И 31-135 на втором входе. Соответственно, для примера можно сделать следующий уровень. То есть у нас есть опси-сервер, есть верхний уровень. То есть это какая-либо скадра система. На примере инициатор, я сейчас покажу, как это добавляется. Создаем проект, без разницы, пустой совсем проект. Добавляем компьютер. Вставляем опси-сервер. Здесь у меня уже он есть. Оинопси сервер бета. В случае, если его здесь не будет обнаружено, вы его добавляете из раздела поиск опси. Ада серверов. Здесь он будет, соответственно, галочку вставить напротив его сервера. И он у вас будет добавлен. Добавляем в опси-сервер. И добавляем, допустим, все переменные группы. Здесь полностью добавлены все переменные по всем ходам. По всем приборам, которые мы добавили в опси-сервер. Для примера, можно запустить и посмотреть, какие значения к нам приходят уже здесь, в самой SCADA-системе. Значения, как видите, тоже зашкалены. Но, соответственно, они доходят до прибора в нормальном положении. А по поводу температуры, соответственно, данные сюда приходят тоже. Дальше есть определенная фича в нашем опси-сервере. Это работа с Ovenlogic. Сейчас продемонстрирую, как это будет работать. Запускаем Ovenlogic. У меня программированного реле подключенного нет. Но я покажу, как это делается в общей сумме. То есть добавляем любое совершенно программированное реле. К примеру, PR200 будет. Далее. Мы, соответственно, смотрим таблицу переменных. И открываем сетевой слот. Здесь мы добавляем несколько перемен. А. Пусть будут они обозначаться так. Так, секундочку. Добавляем несколько переменных. Мы видим их адреса. Соответственно, типы переменных, если надо изменить. И нажимаем ОК. После того, как вы установили плагин, который также находится в разделе как Ovenlogic, так и OPC-сервера, он ставится поверх Ovenlogic. То есть он работает непосредственно с Ovenlogic и появляется вот такое подменение. Экспорт устройства в OPC-сервере. Когда вы делаете экспорт устройства, сейчас мы, допустим, сохраним его на рабочем столе с произвольным именем. Он, соответственно, сохраняет это в формате OPC-сервера. И для того, чтобы добавить данную конфигурацию в OPC-сервер, делаем следующее. Это находим, где у нас располагается сам OPC-сервер. Заходим в OPC-сервер. И папочка DEV. DEV означает как раз все конфигурации и папки для готовых устройств. В данном релизе нет пока возможности добавить свою папку, но есть возможность добавить в любую папку, например, нашу готовую конфигурацию. На OPC-сервер, например, на любой ваш модуль, который угодно и так далее. Так, далее мы закрываем. Останавливаем OPC-сервер. И сейчас посмотрим. Надо необходимо его перезагрузить. Появилась ваша, соответственно, конфигурация на PR в нашем случае. Это полностью перечень сетевых параметров, которые мы вычитали из PR. То есть дополнительной настройки никакой не требуется. Мы просто так же заходим в SCADA-систему. Делаем все OPC-переменные. И получаем сетевые перемены уже в SCADA-системе. Без каких-либо дополнительных настройок. Далее хочу показать, как работать с разными узлами. То есть если у вас несколько узлов, и они находятся в нескольких, допустим, разных протоколах. Для этого необходимо... Сейчас он остановится. Добавляем новый узел. В данном случае второй узел у меня будет по протоколу OVEN. К нему подключен TRM-210. Выбираем COM-порт. Выбираем сетевые настройки. И задаем свободное устройство. То есть любое устройство. Выбираем его адрес. Сетевые переменные, точнее сетевые тайм-ауты и тайм-ауты обмены я оставлю такие же. Добавляем тег. К примеру, самый один простой тег. Для того, чтобы считать само измеренное значение, которое показывается сейчас у меня на табло. Имя параметра по протоколу OVEN задается в хэш-кодах. То есть это символное имя. В данном случае я хочу прочитать имя переменной, означающую измеренное значение сплавочной точкой. Соответственно, она имеет тип данных по 24 и имя параметра PWA. Все эти параметры можно найти у нас в кратких инструкциях, руководстве по эксплуатации, все эти параметры прописаны. Соответственно, сохраняем, запускаем сервер. Мы видим то, что то же самое. У нас древо, а здесь сами переменные. Видим тип переменных и видим их качество. BUT означает, что переменная приходит в описи сервер и обрабатывается. Также мы добавили переменные по узлу 2. Соответственно, по протоколу она сюда также выведена. И показывается качество BUT. То есть данная переменная хорошо отображается и, как видно, передает свои значения. Также, опять же, это можно реализовать все в SCADA-системе. И никаких проблем с добавлением двух узлов разных по разным протоколам в данном случае не будет. Так, сейчас удалим. Так, сейчас проверим. Так, я понял. Перезагрузить надо. Ставим галочки. И добавляем наши узлы. Удалим программируемый реле для того, чтобы не мешалось. И запускаем. Также видим отображение значений переменных как по другим модулям, так и по прибору, который у нас является трек-210. Соответственно, что еще хотелось показать. Есть еще определенный момент. Оставим сейчас в запуске. В нашем офис-сервере поддержана многое клиентность, то есть несколько обращений к одному офис-серверу с разных офис-клиентов. Оставим данную SCADA-систему в работе. Загрузим вторую SCADA-систему, которая будет для спресс-мог. Создадим пустой проектик. Добавим сейчас самые простые варианты. OPC-компонент. Сейчас же мы обратимся тоже самое к нашему OPC-серверу. Здесь он обзывается по-другому. И обратимся к переменной именно к SCADA-210. Данную переменную выведем на экран. Виде текстового сообщения. Просто как текст. Сохраним это. И сохраним для MRV. В данном случае мы видим сейчас значение, приходящее с прибора TREND-210. В то же время на SCADA-системе у нас приходит второе значение. То есть клиентов таких может быть несколько. По количеству не проверял, насколько это возможно. Но, думаю, никаких проблем в доступе данных к 5-10 клиентам не будет. В принципе, основные свойства и фичи я вам показал. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Так, давайте. Дендри. Так, сейчас. Сертификацию. Так, Дендри, вопрос по поводу сертификации. Пока, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос. Но, думаю, это будет проходиться на стандартах. То есть, ответственность, я думаю, будет. Так, журнал на паузу можно поставить, просто остановив сервер. То есть вы можете... Сергей. Да, журнал можно поставить на паузу, но только остановив, соответственно, сервер. Относительно него, относительно ООПСи сервера. Дендри. ООПСи. Есть ли ограничения по длине пакета? Ограничений, насколько я знаю, так такового не было. Но данный вопрос уточню хорошо. Так. Максим, ничего страшного. Сервер бесплатный. То есть сейчас он и будет бесплатный. Вышел он на замену трех предыдущих ООПСи серверов. А, да, Владимир, все верно. Все верно. По поводу журнала можно остановить. Так, Владимир, давайте вернемся. Сейчас я вам покажу еще раз. Владимир, у вас преобразователь AS4 или какой-то сторонний фирмы? Так, смотрите. У нас есть определенные, наблюдаются некоторые проблемы работы с МОКС. Вообще, в принципе, с нашими приборами. МОКС-энпорты, они очень специфичны и со многими нашими приборами не работают. Как и с нашими конфигураторами и с некоторыми ООПСи серверами. То есть здесь можно попробовать либо некий нюанс по поводу внутренних настроек МОКСа. Там есть определенный параметр для сопротивления, который надо знать и выставлять на преобразователи. Многие преобразователи из-за этого не работают. Плюс у МОКСа, насколько я знаю, у них есть какие-то дополнительные настройки. Которые очень сильно влияют на обмен данными. Дендри, да, возможно и такие варианты. Потому что с МОКСа у нас наблюдались проблемы. Это работать с протоколом ОВИН в том числе. Потому что протокол имеет некую специфику отличную от МОКБАСа и работает он немножко по-другому. Так, Сергей. Существует механизм защиты от записи в теге? То есть можно тегом установить признак точечения? Да, все верно. Сергей, такая возможность есть при добавлении только своего устройства. То есть когда вы сами задаете устройство, вы можете свободно управлять тегом. Оно будет только читаться, только записываться. Или, соответственно, и то, и то. Плюс, соответственно, также необходимо учитывать сетевые настройки для определенных типов данных, которые я сейчас покажу. Маловажный параметр, потому что из-за этого может не работать сервер. Допустим, у какой-то переменной. Есть такой тип параметров. Давайте сейчас удалим узлы и покажу на новом. На новом устройстве, свободном. Тег. Здесь есть, вот он, Сергей, тип доступа, чтение, запись. Либо только запись, только чтение. Соответственно, можно выключить из работы, как тег, так и устройство целиком. И узел тоже. Типы данных. Учитывайте, что при использовании float, вам необходимо ставить младшим словом вперед. Чтобы у вас был правильный разбор, и данные именно передавались во все серверы. При использовании, соответственно, вордов и интов, такой настройки, в принципе, не требуется. Кроме как, младший байт вперед, это тоже специфичный разбор. И в случае, если у вас панели, допустим, оператора, которые имеют несколько отличную специфику разбора по последовательности байт, вот и стандартный устройств. Так, по поводу вопросов. Владимир, как часто вам приходится делать проекты и использовать Linux? Смотрите, как правило, Linux у нас используется только в основном для разработки программного обеспечения, для контроллеров, там, прошивок, так называемых. То есть, сами проекты мы не пишем под Linux. И очень мало оборудования, которые работают у нас под Linux. Александр Михайлов, да, согласен, в принципе, с этим. Но, к сожалению, пока Windows будет иметь популярность, оно, соответственно, будет более приоритетным, нежели как-то Linux. Так, Ярослав, по поводу поддержки ДКО, МОЛЕ и ДДЕ. По поводу последнего, оно есть, а вот по поводу первых двух, не уверен. Этой вопрос я уточню тогда, и уже в частном порядке можно поговорить об этом. Потому что сейчас, ну, возможно, это дорабатываться еще даже будет. Ну, да, Владимир, вы верны, то, что по факту они сами все поддерживают. Ну, это вопрос по поводу ДДЕ, ОЛЕ и ДДКОМа я уточню. Так, по поводу изменения группового... Есть ли возможность изменения группового тегов? Такой возможности пока что нету, но она, соответственно, была как в разработке, она, можно так сказать, находится. Нет, Владимир, скорее всего, имелось в виду, как в протоколе... Точнее, как в OPC Modbus можно взять, выделить несколько тегов, условно говоря, и изменить им один и тот же параметр. Я, насколько понял, такой был вопрос. Если нет, то уточните, пожалуйста. Владимир Буров, по поводу тестирования с МОКСы, в таких моментах можно говорить, что мы должны нашу оборудование тестировать со всеми, то есть, включая, допустим, Siemens и так далее, и так далее. То есть, пока что таких тестов не было, но, я думаю, можно будет попробовать посмотреть, как это будет. То есть, возможно, какие-то нюансы есть непосредственно в МОКСе. Смотрите, в готовых конфигурациях добавлены те регистры, те перемены, которые были, можно сказать, востребованы в определенных сферах, можно так сказать. Потому что не все регистры необходимы для чтения, для записи уж подавно. И чтобы не испортить, допустим, какой-то процесс, или не вывести, допустим, прибор из строя. Это то же самое касается протокола ОВИ. Поэтому в TRM-138 были добавлены ровно те параметры, которые были спущены от Product Manager. Так, по поводу, как можно их добавить, если все параметры по Modbus, которые в ВРА есть, вы можете их добавить вручную, условно говоря, добавить тех также, либо можете вручную сами создать ту же конфигурацию. То есть, никто этого не запрещает. Либо также перейти на протокол ОВИ и уже работать со всеми параметрами, и конфигурационными в том числе. Но это не рекомендуется, потому что для настройки приборов существуют специализированные конфигураторы. И чтобы люди один раз настроили и поставили. А в следующий раз, когда им надо что-то перестроить, они перестроили и заново поставили. Это касается в данном случае людей, которые будут передавать свои проекты непосредственно клиентам, которые не знают, что такое сервер, условно говоря, или не знают, какие параметры можно записывать, и нет. Вячеслав, я не дочитал, извиняюсь. По поводу параметров. Параметры протоколовин заложены внутрь данного прибора, и весь прибор работает на данном протоколе. Протокол Modbus выстроен внутри, так что там недоступны конфигурационные параметры для записи или для, соответственно, их чтения даже. Да, Максим, хорошо, я понял вас. Какие-либо еще вопросы остались у вас, касаемо чего-либо? Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что... так dendry по поводу блокировок описи не видит верхней границы эти границы фактически передают передает в скады системы в основном это уже и делается соответственно там вы уже ставить график и делать гранищи гранищи условно говоря перем значения которые будут при превышении этих значений у вас будет там отображаться нужное сообщение как это это как говорится приоритет больше скады системы нежели чем офисе сервер больше выступает неким мостом то есть передал передатчик можно так сказать вот я вам сейчас давайте наверное я вот сейчас скинул свою почту прям все вопросы напрямую прям можно задавать туда либо можно также у нас на сайте в разделе где будет было скачивание там внизу есть задать вопрос специалисту а соответственно вы можете либо так либо так данная почта придет ко мне ну и мы уже в личном личном порядке пообщаемся тогда так ну хорошо тогда смотрите если у вас останется чуть-чуть вопросы тогда почту вы видите запишите и все вопрос скидывайте туда на сегодня тогда все вот тогда заканчиваем и спасибо всего доброго тогда дендере я понял вас хорошо будем прямых сведений и Продолжение следует...